Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала! Утро ясного, дня прекрасного, вечера отличного и всего-всего хорошего! Я стою сейчас на перекрёстке с той стороны 343, здесь вот школа, экономический лицей. Здесь тоже сейчас по-другому улица называется, а раньше она называлась улица Пугачёва. Это 342 квартал. Так, пойдём на прогулку со мной. Сегодня не так холодно. Я хотела рассказать, ну, ответить на вопросы на некоторые. Я шорты снимаю, а люди спрашивают, зачем вы это делаете? Ну, если я это делаю, значит, это кому-то надо. Это вот там построили новый дом, четырехэтажный. Может быть, эти дома будут сносить и такие дома будут строить. Я так думаю. И ещё такой комментарий. Зачем вы снимаете? Всё равно у вас просмотров мало. Я уже сказала, я снимаю для своих родных и людей, которые не могут приехать в город. Не могут приехать в нашу страну. Далеко живут. Это восьмая школа казахская. Девятую я часто показываю, там хожу. Решила в эту сторону. Вот так вот. Такие дела. Зима вроде заканчивается, но у нас только началась она. И морозы уже были. Тридцать и сорок. Неделя была. А теперь чуть-чуть поменьше. Пятнадцать, двадцать где-то вот так вот. Ветер. Сейчас вот ветер. Вроде с юга. Поэтому снег идёт и таких морозов нету, я так думаю. Смотрите, снега не было, уже какие горки намело. Дети радуются снегу. И кто не хочет, не смотрите. Я никого не заставляю. Кому надо, тот посмотрит. Национальный орнамент. Уроки закончились. Как раз. Я как-то близко показывала эту школу. В воскресенье никого не было. Прям туда подходила и читала. Наименование школы. Ещё меня спрашивают, почему вот вы ходите и ходите вокруг радуги и никогда не показываете эту радугу. Понимаете, магазин имеется в виду. А показывать нечего. Магазина уже не существует. Только вывеска. Я сейчас пройдусь и покажу вам конечный результат. Вот 342-й написано. 19. Школа с этой стороны. Вот за ветер зашла, так тихо. Хорошо. Старая площадка детская. Там вот за этим домом новая площадка. В этом году летом. Ну, в том году, получается. Позапрошлое лето. Не позапрошлое, а прошлое лето. Которое было до этого. Сделали новую детскую площадку. Вот пристройка такая в виде лоджии. Я думаю, когда делают такие пристройки, наверное, разрешение у людей есть. Иначе давно бы уже заставили разрушить все это. Так, теперь как бы пройти. Хочу пройти на площадку. Ладно. Вот там горочка стоит. Это новая площадка. Но видите, она огороженная. Не зайду. Это надо вход искать и выход. А вот здесь есть. Говорят. Ой, какой убогий город. Да, у нас такой город. Не все же в таких красивых городах живут. Кто-то должен жить и в таких городах. Если 300 тысяч населения, значит кто-то живет в таких городах. Не всем же жить в столице в Алма-Ате, в Астане или в Москве. Не всем. Кому-то надо жить и в таких городах. И считаю эти комментарии глупые. Вот эта площадка. Никто не играет. Зима. Но на этой площадке между прочим мало детей играет. в основном все идут туда на 343-й. А вот там в том дворе более ранее построена площадка. тоже я показывала в своих видео. Хорошая площадка. Конечно, сейчас она уже истрепанная временем. Но все равно ничего не сломано. покрытие покрытие как-то немножко. Так, вот это я сейчас покажу. Знаете, вроде на картинке такой красивый дом, а на самом деле вот этот кирпич желтый, он не желтый, а какой-то грязно-горчичного цвета. И не очень. Вот видите, кирпичный дом, он лучше смотрится, чем панельный. Вот идет стройка. Как-то цвет многие скажут как детская неожиданность. А на проекте такой красивый светло-желтый цвет снег убирают. Снега намело. Зима за эти две недели все восстановилось в своих правах. на стройку едет. О, видите, какие большие машины. Сюда хочет повернуть. Я ему мешаю. Ой, куда поехал. Здесь вот детский сад Радуга тоже показывала его. В этом году должны закончить. Вот видите, здесь желтый такой красивый кирпич. Я думала, что из такого. А на самом деле такой грязный. Не очень. но все-таки новый дом, он должен быть эстетически красивый. Тут нет красоты. Вот это радуга. осторожно, строительные работы. хотела показать этот базар, который, рынок, который сгорел. Никак не могу. Нет времени. так, пойду наверно так. Вот в этом доме радуга. Будем смотреть. Там, во-первых, вот эта площадка летом невозможно показывать, потому что там такая большая лужа всегда после дождя. И так неухоженно не хочется показывать такие места. Но покажу. Сегодня снег, там чистенько. Можно показать. Ничего там плохого не будет. Но магазин уже давно не функционирует. Видите тут напитки пиво разливное. Там горячий хлеб. Здесь я показывала на Урыс магазин. Раньше был овощной. Сейчас и овощи, фрукты. и продукты, и хлеб все продают. Так. Вот это место я показывала. Это наш рынок. А вот радуга. Видите? крыльцо все запорошено. Все закрыто. Вон пустой магазин продается. Но никто не хочет покупать его. Тут и мебель продавали, и товары продавали. Ничего не идет. Понимаете? Вот эту площадь всю застроили. Магазин не видно. В основном все идут туда, на рынок. А сюда мало кто заходит. Видите, торговый дом, там написано мебель, радуга. Вот и показала вам. Вот в этом месте сейчас снег запорошен. А вообще очень плачевном состоянии дорога. Снег все выровнял, закрыл все гадости. Тоже какой-то паб. В Америке живем все пабы да бары. Ну если так, я что вижу, то показываю. Вот на этом хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, если хотите, на канал. Будьте живы и здоровы. И всемирного неба над головой. Пока.